Агентство по финансовому мониторингу опубликовало актуальный перечень предполагаемых и признанных судом финансовых пирамид. Информация есть на официальном сайте в Телеграм-боте агентства. Сервисы помогут вкладчикам удостовериться в законности работы компании в случае вложения денег. С начала года уже выявили 22 мошеннических проекта, предлагающих выгодные инвестиции. В итоге в системе Кибернадзор заблокировали почти 4000 сайтов и аккаунтов. Более 50 пользователей социальной сети благодаря предупреждениям отписались от подозрительного контента. При инвестиции средств граждане могут воспользоваться Телеграм-ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. В России набирает популярность промышленный туризм, интерес к которому по итогам прошлого года вырос втрое. Заводы посетили до 800 тысяч человек. Это данные Минпромторга. Открыли свои двери для туристов и крупнейшие предприятия Липецкой области. Нестандартный туристический маршрут начинается традиционно в автобусе. Территория особой экономической зоны Липецк – 2000 гектаров. Пешком не обойдешь. Первая точка – центр управления сетями. До сегодняшнего дня попасть сюда мог не каждый. Режимный охраняемый объект. Здесь специалисты ведут круглосуточный мониторинг состояния газа, вода и тепла, электроснабжения и пожарных коммуникаций, сердца инженерных систем промышленной зоны. Центр специально включили в промышленный туристический маршрут. Здесь можно не только узнать секреты производства, но и буквально почувствовать, чем пахнет профессия обжарщика кофе. В самой большой кофейне компания в Липецкой области до готовности доводит до 70 тонн зерен в месяц. В Липецкой области программу и маршруты составляют под гостей. При этом удовлетворить обещают даже самых искушенных промышленных туристов. А для фабрики заводов такие экскурсии – дополнительный рекламный доход. Хотя многие готовы бесплатно приоткрыть тайны производства. Завод, как он выглядит сейчас и как завод выглядел 20 лет назад – это совершенно разные вещи. И у людей большой интерес к этому. И мы хотим показать им, как это все поменялось, чтобы популяризировать заново рабочие профессии. Красные, желтые и почти черные плоды. Разные на вкус, но всегда полезные. В Таджикистане на две недели раньше начался сезон черешни. Таких небольших садов в хозяйстве Гессерского района много. Черешни заняты более 100 гектаров. Сорта разные, более ходовой валовка. Терпит температурные перепады, долгую перевозку, да и по вкусу выделяется. Основные экспортеры таджикской черешни – это Россия, Казахстан, Беларусь и Китай. Страны Европы закупают менее охотно. Потому сегодня в республике работают над увеличением географии поставок. Черешни очень хорошего качества. Это чистый экологический продукт. Без химикатов можно есть из дерева. Поэтому у нас его и закупают. Отправляем как на внутренний рынок, так и за границу. Например, в Россию. В прошлом году 300 тонн. В этом уже есть соглашение. Новый номер экспертных служб 123 будут использовать в городе Аркадак. Такое предложение сделал Гурман Гулыберт Мухамедов во время рабочей поездки. Председатель Халк Маслахаты осмотрел новые автомагистрали и дорожную инфраструктуру. Посетил здание городской службы противопожарной безопасности, где ему показали оборудование, отвечающее современным требованиям. В управлении связи Гурман Гулыберт Мухамедов ознакомился с работой по цифровизации города, а после провел рабочее совещание. На следующем этапе строительства в Аркадаге будут возводить промышленные здания. Планируется, что количество жителей города превысит 60 тысяч. Редактор субтитров А.Семкин